Доброй ночи ребят Мне в комментариях одна зрительница написала Я сказал, что свинка пустила им молоко и они поели Она мне написала, что свинка может это контролировать Да, свинка это может контролировать Молоко не находится в молочной цистерне А находится в самом вымени И когда свинка понимает Это на самом деле выглядит очень даже странно Но при этом в их случае очень правильно Потому что поросят у свинки много И зачастую свинка пускает молоко Ну в основном тогда, когда основная масса поросят уже как бы успокоились И ждут, когда пойдет молоко Не буду вам это научными словами говорить Как бы все вам, ну прям дословно не могу это все объяснить А вот так по-простецки это все очень-очень легко понимается Потому что молоко находится вот вдоль, да, в имени вот сверху Вот там, там где оно производится И когда свинка начинает так похрюкивать, похрюкивать Это молоко вырабатывается в организме гормона окситоцин И это молоко выходит по молочным протокам вот сюда к соску И поросята на протяжении 5-10 секунд, ну может 15 В зависимости от того, сколько там молока Они начинают интенсивно его пить То есть это длится вот прям чуть-чуть, чуть-чуть При том, что кажется, что кормление проходит долго, да Ну не то, что долго, относительно 3-5 минут Вот когда свинка, например, стоит И поросята присасываются до соска Вот этими массажными движениями они могут немножко себе добыть молока Но в основном зачастую то, что когда свинка занята своими делами То поросята молока не получают Это так, знаете, как ребенок с соской, с пустышкой ходит Вот так и у поросят Ну а когда вот свинка готова их покормить Когда она понимает, что в имени выработалось молоко Или когда сами поросята просят, по-разному бывает Чем молочнее свинка, тем реже они просят Тем чаще она сама их зазывает, ложится, начинает похрюкивать И как бы они приходят Но у свинок это так У коров есть молочная цистерна В которой молоко собирается То есть ты, подойдя к корове, начинаешь доить И там молоко есть Но при этом эта цистерна не настолько большая Ее объем не настолько большой И бывают такие коровы Знаете, как говорят, что корова пустила молоко Ну это точно так же, как и свинка получается Но у коровы это совсем другой объем После отеола часто Ну вот люди, которые держат коров Часто говорят, что корова не отдает молоко Типа бережет для теленка Конечно, корова никаких вот таких звуков не издает Характерных, при которых молоко Отделяется в молочную цистерну Но при этом бывает так, что вымя у коровы большое А корова не отдает молоко Например, от страха От того, что у нее маленький теленок Разный бывает От того, что сел другой человек, подоите Ну, короче, по-разному это все бывает А так в основном все нормально Пишите, пишите, что Почему я не даю им сено В основном, ну, как бы Целый месяц Я прям перед Новым годом купил сено Немного, 16 тюков И в сеновале было штучек 6 То есть сейчас у меня осталось 4 тюка И у меня есть кролики И я кормлю кроликов Как бы И пока я опять в поиске сена Мне нужно найти сено Какую-то возможность, чтобы его доставить мне домой И тогда я опять продолжу им подстилать А так у меня сена мало И как бы я его приберегаю для той нужды, которая важнее На самом деле То, что у них тут лежит сено И, ну, они там съедят листочек Это никакой роли для них не сыграет А если вот кроликам не будет сено То это, конечно, будет проблема Поэтому Пока сено, можно сказать, закончилось И, ну, у них сухо А это самое главное То, что они лежат на досках Это как бы тоже не проблема Матрасы мягкие, перины им тоже не нужны Завтра Я, если успею, опять съезжу по опилке Узнаю, есть ли там Наверное, нужно оставить им мешки И по возможности, может, за сколько-то они соберут Хоть несколько мешков Ну и так как поросята уже большие Можно свинок держать уже на опилках Знаете, многие не заморачиваются Держат поросят на опилках Прям с самого рождения Ну вот свиноматок Я опилок почему-то боюсь Потому что часто они налипают на вымя Поросята их могут проглотить А это не очень хорошо Так что Ну а сейчас уже большие Это как бы не проблема Ну, вот так Вот эта свиночка немножко хромает Тоже стали писать Что возможно От того, что с ней дралась И повредила Ну, как бы Я другой причины тоже не вижу Здесь в загоне Пол абсолютно ровный Никаких ни гвоздей Ничего нету Скорее всего От того, что она немножко Потолкалась с пупыркой Ну, как бы Ножка пройдет Все будет хорошо Просто небольшая у нее хромота И я вам Вы уже там Сами начали это замечать Что-то Типа давно Тетянина не давала сыворотку Корова была в запуске И ее просто не было Ну, как бы А сейчас Расстелилась И молочка стало больше И теперь Тадам Меня тетянина угостила Угостила меня Ну, свинюшек моих Два ведра сыворотки Почти все Они выпили Но при этом Как бы я дал всем немного Маленьким поросятам Вообще не дал И вот этим девкам Тоже Дал Немного По 2 литра Утром Ну, не утром Там, когда я управлялся В 11, да И По 2 литра сейчас То есть Где-то 4 литра Еще и воды Воды наливал Но как-то, наверное Перестарался с объемом Что не допила Но это не проблема К утру допьет Вот так Почему свинкам немножко Это чтобы вы тоже Следили и понимали Что Если сейчас Какая-то Поросюшечка Запоносит Из маленьких То это От того Что Мамки Понапивались Сыворотки Но я думаю Я надеюсь Не думаю Надеюсь Дал я понемногу Поэтому надеюсь Что Все будет хорошо Свинюшкам Понравилось И еще Знаете Они Вот чем ближе К моменту Отлучки Тем хуже Они едят Кашу Вы извидели И этих Мы яйцами Кормили В прошлом выводке И там Всякие вкусняшки Им добавляли И я вот сейчас Им варю кашу Я не знаю Может думаю Надо попробовать Так я им дал Еще и дробленки Подосыпал И в дробленки Ковырялись И кашу поели Короче Нормально Получается Что этим Три недели А эти На пять дней Меньше То есть А этим Получается Шестнадцать дней Чуть больше Двух недель Ну это так Знаете Нужно Посмотреть День опороса Так как В январе Было Шесть опоросов Я их Все Вот так В голове Не держу Оно мне Не нужно И еще Спросили Когда буду Отлучать Поросяток У Вот этой Свиноты Типа Они уже Тоже Большие Этим Поросятам Вчера Был Месяц Они С десятого Января Вчера Была десятка Февраля Вот им Ровно Месяц Но эта Свинка Кушает Хорошо Она Можно сказать В весе Не уменьшилась Потому что Аппетит У нее Хороший И Поросят Когда Со свинкой Все нормально Я отлучаю В пять Недель Потому что Ну месяц Это рановастенько Пусть Крепче будут Люди Будут Более довольны От таких Поросят Чем те Которые Отлучил Чуть пораньше И еще раз Хочу повторить Разница Не в том Что Эти вырастут Больше Разница В том Что эти Могут вырасти На неделю Раньше Например Ну это так Относительно Знаете Как бы Так Образно Если говорить Так что Сегодня Получается Им Тридцать Второй День Еще Два Три Дня И я Их Отлучу Все Свинка Посидит Одна Ну и все И загончик Потом освободим А сюда Перегоню Хельгу Ой Хельгу Уже Столетние Клички Начал Вспоминать Да Нытью И хавронью И Оттуда В загончик Назад Вернул Кабанчика Потому что Потому что Кабанчик Живет Там В коридоре Оттуда Не хочу Свиней Гонять Верну его Сюда В дом Ну и пусть Сидит Это будет В пределах Двух Недель Вот так Эти Бармотики Еще Сильно Не выходят Сюда Но Все равно Некоторые Вот так Сидят Сидят А потом Как фыркнут Вот сюда Пурхнут И крылышками Помахали Немножко Это Ну Я имею ввиду Распрямились Так что Осваиваются Осваиваются Я кстати Им принес Укроп Покупали Пучок И немножечко Не доели И он Чуточку Пожелтел Пока Приехали С Полтавы А он Прям пожелтел Так что Хочу им Этой Зеленушечки Я вот так Ее накромсал А ну Будет Кто-нибудь Там и лука Немножко Росло В этом В горшке И Тоже Обрезал Его Ну вот видите Корм Тот который Когда я Днем Их выгнал Они так Его и не поели Потому что Они Чего-то Боятся Сюда Сильно Подходить А ну Давай Типа 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 Так Дурынды Вот смотрите Зеленуха Вам А ну Короче Оставлю вас На секундочку С ними Там где Они сидят Я еще Подстелил Так как Они боятся Выходить А мне надо Чтобы они Хоть чем-нибудь Были заняты Я им Комбикормом Под ноги Подсыпал И как вы Замечаете Черные Они тут И в клетке Были Самые Бесстрашные Вот Черненькие Пуховые И на полу Такие же Видите Продолжение следует Продолжение следует... 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 все скушали так что значит кормушки подходить боятся но вот то что я им под ноги понасыпал видите дробленку они хотя бы ее едят потому что вот этот их страх и они сидят себе в уголочке так сбито в кучке я думал за то что они будут себя ну не себя а друг друга еще больше клевать потому что я как бы вам показывал у некоторых все таки на спинке чуть поклевано паразиты и все равно не все подходят некоторые все таки боятся вот такие вот дела ладно друзья всех покормил у Пеппе все хорошо у Адарки тоже все хорошо пока прошло мало времени Адарка гуляла 24 числа с Зайцем если все будет нормально то где-то в конце марта будет по ней видно покрылась она или нет сейчас визуально никаких изменений у нее нету так что пока она сидит с кабаном и никуда я ее выгонять не собираюсь потому что есть вероятность что она не покрылась сидя с кабаном она опять придет в охоту и если она придет по ней опять будет видно я вам все обязательно покажу вот так ну а пока ничего не изменилось все друзья всем большое спасибо за просмотр ну и всем пока-пока пока